друзья всем привет ответы на вопросы и вопрос станислава уважаемый отзор смотрю я ваше видео и никак не могу понять как вы находите недорогие или даже дешевые места где можно остановиться отели квартиры я сейчас планирую поездку во францию даже сейчас через англоязычный интернет за месяц до поездки сложно найти места с ценами ниже чем 40 60 евро за день причем на окраине города в звездочном отеле в одном из своих видео говорили что 22 евро за ночь это не дешево 40 60 евро и подавно кстати тот же вопрос касается еды во многих видео у вас обед стоит 6 12 евро я такие цены только в макдональдсе видал но вряд ли их продукцию можно назвать едой дайте совет как правильно находить недорогие места где можно подкрепиться и выспаться после условия приведенные мной видео я видел ваш видео из испании и мальты можно еще где-то и последний вопрос вы заранее планируете в каком отеле остановитесь или приезжаете в незнакомый город без знания языка и ищите то что вам нужно так в общем сейчас попробую разделить станислав спасибо что смотришь анзор тиви и буду отвечать в общем на данный момент я не планирую отель и планирую куда буду приезжать то есть планирую что значит любом случае я смотрю хотя бы что есть в том городе в той стране куда мы едем обычно это тот же booking.com несмотря на то что там кроме booking.com есть очень много других сайтов где можно найти дешевые отели и дешевые квартиры также где вы задали этот вопрос там внизу в этой переписке там есть один сайт я сейчас не помню как он называет iron rnb что-то такое но он там есть я еще раз пишу отвечая на ваш вопрос там большое количество сдается квартир квартир сдается в плане сами люди частники сдают комнаты квартиры и там иногда можно найти комнату за 10 евро и за 20 евро и за 30 евро конечно разные варианты есть на booking есть такие темы что тоже там смотря как настраиваешь иногда бывает так что отель который стоил 60 евро или 80 евро он может проходить акции в течение трех дней он может сдаваться за 15 евро в сутки то есть постоянно такие акции проходят естественно я стараюсь вот эти под эти акции ловить и из-за этого часто бывает так что допустим приезжаем в один отель там находимся три дня там пять дней смотря насколько эта акция действует потом через пять дней переезжаем в другой отель где опять такая же акция проходит поэтому отели которые иногда стоит 50 евро 30 евро 40 евро они обходятся 15 евро даже действует его как когда когда как так насчет франции вот то что вы планируете во франции во франции естественно сейчас тем более сейчас если вы пишете через месяц то есть это будет август в августе месяце во франции не дешево это естественно в париже вообще париж это такая отдельная страна отдельный такой город где отели убиты просто реально убиты отелей и они без зазрения скажем так совести могут вам сдать просто убитейший номер за 70 евро за 50 евро вы заходите в отель и удивляетесь как вообще такое такое можно вообще сдавать то есть это реально такие темы есть но несмотря на это даже за те же 15 евро отель в том же париже естественно не в центре париже это обычная пригород парижа или окраина парижа то есть можно и за 20 евро можно найти и за 25 и за 30 евро то же самое с едой всегда париже кстати особенно очень много разных забегалов это разные могут быть забегаловки я к примеру еще в основном кебабную потому что там халяльное мясо и она стоит недорого это 5 евро кебаб может стоить 6 евро стоит там салаты даются то есть это в любом случае лучше чем есть макдональдс потому что макдональдс в общем про макдональдс объяснять думаю не стоит вот есть еще такой вопрос конечно когда вы приезжаете зависит еще от количества дней на какое количество дней вы едете если вы едете отдохнуть в ту же францию на неделю естественно легче найти по интернету и заплатить дороже там допустим те же 30 40 евро за отель заплатить жить прожить свою неделю отдохнуть и поехать домой обратно но если вы едете на неопределенный срок скажем так или же там на месяц или на два конечно тогда уже приехав на место можно искать отели можно искать комнаты можно искать отелей они очень часто бывают дешевле намного дешевле ну что значит намного в два раза дешевле в три раза дешевле чем на разных в том числе англоязычных сайтах то есть приезжаешь в разных странах разных городах по-разному где-то там по улице идешь foreign написано где-то надо звонить где-то агентство работают то есть везде есть свои какие-то приколы и иногда такие ситуации бывают что ты ищешь 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 и ты думаешь да что же это такое почему нету нормальной квартиры вроде бы вот даже элементарно такой пример я приведу на канарских островах когда мы были на канарских островах там проведя в поиске какое-то время два-три дня уже можно найти жилье допустим за 300 евро за 400 евро за 500 евро если же по то же самое жилье которые как бы изначально если по интернету искать она обойдется в 1000 евро то есть можно найти после канарских островов когда ехали на мальту я думал что ну мальта думаю еще если к на канарских островах такое прекрасное жилье красивая природа красивая сам дом красивый то все красиво все прекрасно все замечательно за 400 сейчас если не ошибаюсь 450 евро это кажется было то есть верхний этаж дома я думаю на мальте тогда все будет вообще шикарно приезжаешь приехали на мальту маленького такая малюсенькая малюсенькая комната это единственное что мы нашли 20 евро прожили в этой комнате там ужасный душ не работает там еще что-то не работает интернет не работает то есть нормально состояние ищем дальше потом получилось так что остались уже практически на улице единственный вариант то есть два варианта были палатки ночевать или же снять отель самый дешевый отель за 58 евро вот и но прикол в том что вот этот отель за 58 евро который мы сняли на сумму на ночь всего он презентует себя как это трехзвездочный отель но он себя презентует как 4 звездочные почти как 4 звездочные там все есть то есть все по-лордовски все красиво все замечательно заселяемся в отель интернет там не работает розетки не раб ну точнее одна розетка работает из всех розеток телевизор не работает я телевизор не смотрю но сам факт просто не работает холодильник то есть было написано что включен это я сейчас говорю то что не работает то что включено то есть холодильник написано там бар что входят какие-то напитки там сейчас не помню что там было в общем ходит все что там входит вообще ничего нету кроме этого не просто этого нету они работает сам холодильник тоже то есть то есть такие ситуации возникает и единственное что в этом отеле было на самом деле красивые супер классно это вид то есть окно открываешь там сейчас не помню какой шестой или какой-то там седьмой этаж и это средиземное море один словом красота очень красиво но все остальное не работает то есть отель стоит 58 евро завтра тот же спускаешься на завтрак очень скудный завтра просто я вот и все на видео посмотрел это вы можете посмотреть очень скудный зав такие отели до этого я останавливался ну 20 евро ну 25 допустим вене за 25 евро я помню прекрасная ну как прекрасно комната отдельная комната завтрак огромнейший просто там берешь ходишь набираешь конкретно наедаешься а здесь вообще ничего есть вот такие вот вещи происходят поэтому часто не всегда то что дорого как говорится лучше там я сейчас не буду говорить про пятизвездочные отели про отели люкс какие-то там где шейхи останавливаться я просто не ночевал поэтому я про это говорить не могу на я имею ввиду то что я видел трехзвездочные отели вот эти которые на 4 звездочные себя презентуют двухзвездочные иногда бывает что ты останавливаешься в отеле у которой вообще никакой звезды нету просто 0 звезд нет вообще понятия такого нету но они лучше чем двухзвездочные трехзвездочные то есть такие ситуации возникают поэтому искать стоит опять-таки через этот же booking еще такая фишка на этом booking есть то что когда вы бронируете отель там есть такая вещь ты за броню то есть ты вот оплатил деньги по карте оплачиваешь деньги снимается есть сумма когда снимается а есть сумма когда не снимать то есть ты можешь допустим ты оплатил и вдруг ты что-то другое нашел то есть ты можешь обратно отменить свою этот в резервацию скажем так отменить и твои деньги не пропадает но езди они пропадают то есть ты приезжаешь отменишь ты не отменишь ты уже все варианта у тебя нету и приезжаешь ты уже заплатил уже все даже если другой найдешь что-то дешевле то есть ты попадаешь но это там написано все когда будет заходите там все это отмечается все это показывается там полностью есть такой вариант найти есть такой вариант найти то есть если ищешь то это можно найти также на том сайте который я сказал сейчас название не помню но я его Обязательно ссылку внизу вставлю Она, в принципе, уже стоит Потом насчет Выживаемых совет Как правильно находить дорогие места Также, опять-таки, если вы едете Допустим, в ту же Францию Если вы хотите остаться или на долгий срок Во Франции всегда Есть возможность, где найти жить Особенно, я сейчас буду говорить про Париж В первую очередь, ну и в Ницце То есть те места, где я был, я знаю Всегда есть, в том же Париже люди живут Вообще без денег, просто реально без копейки Без цента, скажем так, денег Потому что можно найти, где ночевать Понятное дело То есть там какая ситуация Ты приезжаешь, тебя забирают, точнее, в определенном месте Сначала ты звонишь 115 Говоришь, что ты хочешь переночевать Приезжаешь на место Автобус тебя забирает Это за Парижем находится Хотя это разные места есть Есть Красный Крест, есть другие Очень много разных организаций есть Ты едешь, одним словом, туда, где ночевка Твоя ночевка проходит, утром в 6 часов утра Ты уже на улице Тебя кормят еще, ты уже на улице Дальше весь целый день ты уже свободен Ты можешь найти себе место, поесть Есть разные точки, те же Тоже разные организации Опять-таки тот же Красный Крест И очень много разных организаций есть То есть если ты эти места знаешь Чтобы эти места узнать, что нужно Или же по интернету поискать Они в любом случае, я думаю, информация будет про них Или же когда ты приезжаешь в Париж Или во Францию Там в любом месте, точке этого мира Есть русскоговорящее, русскоязычное население Среди этого русскоязычного населения Есть разные слои То есть есть слои, которые Бомжи, скажем так Которым негде ночевать Есть слои, которые в ситуации такая Вот сегодня, вот как, допустим У меня были такие ситуации Есть люди, которые Для них это привычный образ жизни Допустим, они хотят получить документы И чтобы получить документы Им там надо 10 лет прожить И для них То есть это нормальная жизнь Они живут, знают Зачем они живут Знают, что они так живут То есть каждый день Где-то ночует Вот эти бесплатные ночлежки Получают эту бесплатную еду Чтобы как-то выжить То есть есть разные варианты Есть, конечно, наркопритоны разные Тоже можно попасть То есть сталкиваешься с разными людьми Там уже вы сами просто выбираете Кто вам подходит, кто не подходит Потому что, допустим Где наркопритон Я лично туда не пойду Мне, скажем так Неинтересно там находиться Не то, что неинтересно Мне там противно находиться Я имею в виду наркопритон Именно где конкретные такие Наркотики Не просто там планчик там подымил Не знаю Или там пивка попил Это другой уже вопрос Вот, поэтому вы сами выбираете Какие слои Очень много людей вам попадаются Очень много людей Разные люди Разные истории Разные трагедии У каждого свои То есть Вы сами смотрите Сами выбираете Но они вам дают Самое главное, что Они вам дают информацию Эта информация От этой информации Вы всегда можете найти Где переночевать Вы всегда можете найти Где поесть Вот Кроме этого Это я уже говорю Если так выживать Скажем так Кроме этого Есть огромное количество Сайтов Тех же знакомств То есть В этих сайтах знакомств Всегда можно познакомиться Там Если вы Ну в данный момент С девушкой Если там Есть девушки То есть Есть сайты Там сидят Большое количество людей Конечно там сидят Те же русскоговорящие И русскоговорящие Которые уже имеют документы В том же Париже Да и вообще В других европейских странах Естественно Они по-другому относятся К тем русскоговорящим Которые ничего Ничего не имеют Это само собой понятно Но всегда можно найти общий язык То есть Договориться По-нормальному По-человечески Понять можно То есть Диалог можно сделать Вот такие вот дела Так Что еще В общем Не знаю Ответил сейчас полностью На вопрос Сейчас еще раз Посмотрю Такая вот Краткая Информация Так Вот Насчет Насчет того Приезжать ли в город Искать отель Или же Заранее искать Конечно Заранее лучше искать Если ты заходишь заранее Я вот последний Потому что Когда я приезжал в город Раньше как было Я весь день Ловил этот автостоп Я уже приезжаю в город Я уже не мог на ногах стоять Физически Я не мог уже на ногах стоять И тут мне еще приходится Ходить по городу Искать отель И все Ты ищешь И просто Заходишь в отель Один отель 100 евро стоит Другой там 80 евро стоит 40 евро стоит То есть пока ты находишь этот отель За какие-то 15-20 евро Ты уже В общем Ты заходишь в отель Если вы мои старые видео посмотрите То есть я уже заходил в отель Я уже падал Все Просто падал Иногда бывали случаи Как в той же Венеции Я приехал в Венецию А отель нашел только утром Часов 7-8 Я сейчас точно не помню 8-9 Ну в общем На следующий день я нашел отель Я вырубился И встал буквально через 4-5 часов То есть уже когда В принципе уже выезжать надо Получается так Из отеля уже надо выходить То есть ты не успеваешь поспать 3-4 часа Уже тебе надо выходить Такие ситуации тоже бывают Поэтому конечно Желательно Найти Находить сначала по интернету Это легче Потому что ты приезжаешь Ты уже знаешь Что тебя ждет Хотя Теплая постель Как говорится Но тут еще есть Такой маленький Оборот То что ты не знаешь Смотря на чем ты едешь Если ты едешь Если у тебя есть деньги Заплатить за билет В том же автобусе Или на такси Ну это я уже Такой шикарный вариант беру Конечно ты знаешь Даст всевышний Если ты доедешь сегодня А если ты ловишь машину Если у тебя нет денег Автостоп ты ловишь Ты не знаешь Пребудешь ли ты сегодня Вот И ты если заказываешь отель То всегда надо заказывать Такой отель Чтобы ты мог его отменить Чтобы с тебя деньги Не снимали с карты Вообще Самый лучший вариант Это поставить систему Когда ты Карту делаешь таким образом Что с твоей карты Снимаются только Один доллар Или там какая-то Маленькая сумма снимается Когда ты бронируешь отель Потому что потом Если даже Броня тебе не нужна Тебе там ничего Ну то есть ты копейки теряешь Но остальное все нормально Остается у тебя Вот Но этим ты что делаешь Если ты не попадаешь в город Ты не теряешь деньги за отель Если ты в город попадаешь То хорошо Ты пришел Переночевал Все у тебя отлично Все нормально То есть вот такие подстраховки Тоже надо делать В зависимости от того Как ты едешь Автостопом едешь Или на автобусе едешь Там на самолете едешь Такие вот вещи Еда Та же Как уже сказал Большое количество Вещей Где можно поездки В переулках В переулках Если бы я отошел бы Если бы я отошел бы Просто так получилось Если бы я отошел бы От набережной Я поел бы за 10 Ну максимум за 15 евро То есть вот такие вещи есть Поэтому надо заходить Вглубь города В какие-то переулки Такие Где В такие вот Скажем так Менее известные места И там всегда найдется Разные кафешки Где можно Дешево И вкусно Перекусить Такие вот Такой вот ответ Надеюсь Ответил Если какие-то вопросы Остались Задавайте По возможности Тоже буду отвечать Друзья Если есть тоже вопросы Заходите на Anzor.tv Все что вас интересует Спрашивайте Смотрите Anzor.tv Двигаемся в Голливуд Солнечной Калифорнии